Развитие системы безналичных платежей требует соответствующих технических решений, то есть увеличение численности торговых и обслуживающих объектов, оснащенных терминалами для операций с использованием банковских пластиковых карточек. Белорусским законодательством уже приняты изменения, которые значительно расширят перечень объектов, подлежащих оснащению терминалами. С 16 июня 2013 года подлежат оснащению платежными терминалами все объекты розничной торговли, расположенные в капитальных строениях, зданиях, сооружениях, все объекты общественного питания, стационарные объекты общественного питания, за исключением объектов, расположенных в школах и в учреждениях профессионально-технического образования. Также подлежат оснащению платежными терминалами все объекты бытового обслуживания населения, при этом независимо от количества работников, которые непосредственно оказывают бытовые услуги в этих объектах. И иные объекты, которые и подлежали оснащению платежными терминалами до вступления в силу изменений. Расширение перечня объектов, подлежащих оснащению платежными терминалами, не единственное законодательное новшество в системе безналичных расчетов. Изменились и требования к размерам выручки, в зависимости от которых действующие субъекты хозяйствования всех форм собственности обязаны устанавливать платежные терминалы в магазинах, либо на территориях, где оказываются услуги. Согласно нововведениям, величина выручки уменьшена в два раза. С 15 тысяч до 7,5 тысяч базовых величин для объектов розничной торговли и с 7,5 тысяч до 3,750 базовых величин для объектов бытового обслуживания населения. Поскольку значение выручки для установки платежного терминала определяется за предыдущий календарный год, то обязанность установки платежных терминалов, исходя из новых уменьшенных размеров значения выручки, применяются не с 16 июня 2013 года, а только с 2014 года. В 2013 году продолжают действовать те значения выручки, которые были установлены до вступления в силу изменений. Ольга Матюлько, Виктор Халявка, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.